Вопиющая ситуация. В Кировске девушка-инвалид, которая передвигается на коляске, уже полгода не выходит из дома. И не потому, что ей некому помочь сходить на прогулку, и не потому, что не хочет. Очень хочет, но не может. Препятствие на пути девушки создала управляющая компания. Дмитрий Сергеев с большим приветом к руководству этой фирмы. Алена Егорова живет в этом подъезде на юбилейное 3. Здесь же живет еще один инвалид-колясочник. И для удобства людей был оборудован специальный пандус. Вот он, находится под этой кучей снега и льда. Я уверен, что ее дворники не убирали за зиму ни разу. Более того, сюда же сбрасывали снег с крыши. В общем, молодцы у нас жилищники. Молодцы. Все для людей. И почему же этот снег не убирают? Алена дозвонилась до управляшки, где ей назвали две железобетонные причины. Мне сказали, что у них не входит это в уборку. И еще и ты даже право требовать не имеешь. Это так они сказали? Да. Не имеешь права, потому что у тебя временная регистрация. Если бы было постоянное жилье, то я могла бы еще на что-то претендовать. А ты им оплачиваешь? Конечно. Каждый месяц. То есть деньги с тебя не имеют права брать? А ты... Да, ты еще... Ты еще 300, по-моему. То есть квитанции приходят регулярно? Да, квитанции, конечно. А права ты спрашивать не имеешь? Не имею. О, какие креативщики окопались в этой управляшке. У них свои законы. Видимо, по этим законам они и вид из окна Алене организовали. Замечательный вид на кучу снега. А наворотили эту кучу тракторами, когда соседний двор изредка чистили. Мало тебе на крыльце дна. Из окна любуйся. И еще пара вопросов у Алены к управляшке. Например, дверцу почтового ящика кто-то упер. И теперь почта часто порванная там лежит. Или вовсе пропадает. Но девушка теперь и обращаться в компанию не хочет. Я больше не стала ничего. Ну, потому что мне сказали по поводу пандуса, что не имею права. Я больше не стала. По поводу ящика мы сейчас сами думаем. Как его? А ведь самое важное, что пропадает из такого ящика квитанции, чтобы исправно полностью и в срок заплатить той же управляющей компании, в которой сплошные молодцы. Сколько раз за зиму ты побывала на улице? Если честно, ни разу. То есть с какого времени ты вообще ни разу не была? Наверное, с октября месяца. А хочется на улице? Ну, наверное, конечно. Я жду лета, чтобы побыстрее все растаяло. Будет проще на улице. Буду постоянно на улице. Ну, зимой-то тоже погулять хочется? Ну, конечно. Но если не выйти, то и сидишь здесь. Форточку откроешь, подышишь. Это замечательно. И теперь Алена, пожалуй, больше всех в Кировске мечтает, чтобы снег растаял. По-другому он от крыльца ее и от окна не исчезнет. Не верит больше в это Алена. И какая же компания управляет этим домом? Правильно, жилсервис, руководит которым Лучинская Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, а не хотите ли тоже в двухкомнатную квартиру, из которой не выйти, из которой виден только сугроб? Я уверен, что на второй день вы взводите, на третий пятнами пойдете и не выдержите там больше недели. А девушка-инвалид полгода выдерживает благодаря вашей компании. В общем, привет вам от меня с Аленой Егоровой, незабвенная Наталья Николаевна. Алена Николаевна.